Друзья, меня просили показать, как у меня зимуют крупнолистные гортензии в открытом грунте. Я уже начала открывать вот это все сооружение и вспомнила, что обещала показать. Поэтому остановилась. Вот так это выглядит снаружи. Металлические арки, ой, не арки, дуги. На дугах укрывной материал спонбон 60-ка, два слоя. Ну и сейчас я раскрою и покажу, что внутри, как они выглядят. Так, ну вот сняла я укрывной материал. Смотрите, как выглядят гортензии. С ними просто все замечательно. Я бы сказала, идеально. В отличие от тех, которые зимовали в гараже в контейнерах. У них листочки еще бледные. Куда-то вытянулись здесь. Все хорошо. Уже все почки проснулись. Вот эти шапки я с осени не срезала, потому что они до последнего цвели красиво. Было жалко, потом похолодало резко. Ну, я их оставила. Сейчас, конечно, уберу. Вот здесь еще несколько кустиков. То же самое. Все проснулись. Вот даже внизу уже новые растут, веточки молодые. И цвести, конечно, они будут только на побегах прошлогодних. Вот то, что лезет из земли, это будет цвести на следующий год. Вот тоже шапочки сейчас обрежу. Вот эти металлические дуги я пока убирать не буду. На всякий случай пусть еще постоят, потому что погода у нас непредсказуемая. Еще в апреле могут быть заморозки, поэтому в любой момент я смогу накинуть укрывной. Достаточно одного слоя, путать уже их не надо. Ну, вот на всякий случай все-таки пусть еще пока так постоят. И сейчас покажу, что я буду делать дальше. Ну, прежде всего, конечно же, я отрежу вот эти ненужные нам соцветия. Вот по вот эту почечку, которая уже проснулась. Над ней вот так обрезаем. То же самое с этой вот такой почкой. И вот еще одна. Так, и здесь у него немножечко. Вот здесь вот так отрезаем. Вот так отрезаем. И вот так. Теперь я беру удобрения, пока в гранулах, и буду свои гортензии подкармливать. Сейчас это вот написано даже на коробочке. Раз в сезон применения. Это пролонгированного действия удобрения для гортензии. Вы можете взять любое, какое вам нравится. Главное, чтобы это было именно для гортензии или для азалий, рододендронов. У них, в принципе, действие одно и то же. Водорастворимые жидкие удобрения мы будем применять попозже, когда уже наступит такое устойчивое тепло. Вот здесь есть мерная ложечка. Я беру ее. И по две ложки у меня уходит на куст, потому что кусты уже достаточно взрослые. Вот так вокруг я посыпаю. Не очень мне, конечно, удобно вот это все делать, одновременно снимая. Но потом я все поправлю, хотя, в принципе, поправлять-то нечего. Я просто буду сверху еще добавлять, засыпать перегной. У меня есть такой хороший конский перегной. Можно корой. Кому что нравится. Ну, в общем, если вы не планируете засыпать их, то лучше удобрения сразу заделывать в землю. Можно немножечко подрыхлить и все, чтобы было внутри. Ну, так как я буду сверху сейчас хороший слой подсыпать, то я насыпала их сверху, и они прекрасно будут работать. Вот так оставлять их, конечно, не надо. Вот смотрите, друзья, что у нас получилось. Вот так вокруг каждого куста насыпаны удобрения. Помощничек тут сидит мой. Как же без него? Вот и здесь тоже все посыпала. И сейчас я буду засыпать хороший слой конского перегноя. Он у меня перепревший, с опилками. Будет летом сохранять влагу. Полив нужен тогда не так часто, когда все хорошо замульчировано. Корни не пересыхают и не перегреваются, что тоже очень важно. Ну и плюс какая-то от этого перегноя тоже польза, естественно, есть. Немножечко отвлекусь от гортензии. Иду сейчас к тем, которые в контейнерах, чтобы поснимать, показать вам. А здесь такая красота. Да, сейчас на солнышке они распустились. Обычно я их утром вижу и вечером, когда они закрыты. И вот я поймала момент. Такие красавчики. Дошла до гортензии. В горшочках вот смотрите, какие они бледненькие, хиленькие по сравнению с теми, которые зимовали в открытом грунте. Конечно, в открытом грунте зимовка мне нравится больше. У нас гараж подземный. Там все время плюсовая температура. Там тепло зимой. И зимовка на самом деле не очень прохладная у этих гортензий. Можно было бы и похолоднее. Главное, чтобы не было мороза. Ну и естественно, там темно. Света им не хватает. Вот такие они проснулись. Бледные, вытянутые. Вот видно, что они даже такие еще желтые. Цвет не набрали. Буквально через неделю мы их, конечно, не узнаем. И вот я здесь уже подсыпаю вот тоже сверху слой конского перегноя. Вот сейчас покажу на этом горшке. Вот здесь видно, что уже даже корни как будто сверху. То есть обязательно нужно или перевалку делать, или засыпать сверху хорошим слоем. Можно даже грунт взять для гортензии и сверху засыпать. Кроме того, что я их изредка поливаю по чуть-чуть, совсем по чуть-чуть, я ничего с ними пока не делаю. Нужно, чтобы они хорошо проснулись, чтобы заработала корневая. Потом попозже буду их подкармливать. Ну вот сейчас нужно делать перевалку некоторым. и вот так подмульчировать те, которые еще не нуждаются в пересадке. И еще один момент. В горшечных гортензиях, да и не только, может даже и в открытом грунте быть такая история, вот они кажутся на вид некоторые, как будто они умерли, неживые, какие-то черные засохшие побеги. На самом деле это ни о чем не говорит. Мы их не трогаем, не обрезаем, не выбрасываем. Они просто еще спят. Какие-то просыпаются раньше, какие-то позже. В любом случае нужно ждать, пока точно уже проснутся все почки. И только тогда мы делаем обрезку и будем понимать, вот до какого уровня проснулась ветка. Вот смотрите, вот здесь кажется, что это все сухое, неживое, но на самом деле здесь много живых почек проснется. Я позже вам покажу. И вот наконец окончательный результат работы. Вот так теперь все это выглядит. Никаких удобрений под кустами. Мы теперь не видим. Все они подперегнуем и потихонечку начнут делать свое дело. Поливать гортензии тоже пока не нужно. Только если вдруг какой-то дождь их польет, специально мы этого еще не делаем. Ну вот так. Если вкратце рассказала, как я выращиваю гортензии крупнолистные, может кому-то эта информация будет полезна. Всем хорошего дня. Красивых цветущих садов.